Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Встречаю вас в спальне, буду делать небольшую уборку, нужно поменять постельное белье. Сделаю влажную уборку и решила потихоньку начинать убирать новогодний декор и начинаю с гирлянды. Раньше гирлянду оставляла до следующей стирки штор, но решила в этот раз убрать. Во-первых, спать с ней достаточно тяжело, я иногда прям выключаю, потому что огоньки все-таки яркие. Конечно, днем красиво, когда все светится, но уже хочется, правда, в какой-то мере весны, немножечко обновления какого-то, и вот весна у меня почему-то с минимализмом немножко ассоциируется. Знаете, все-таки много новогоднего декора, да, все красиво, но все должно быть своевременно. Вот я здесь, когда уберу уже все, вот несколько дней уже хожу, смотрю, и окно пустое, все светленькое, ничего лишнего, и так хорошо. Прямо красиво-красиво и глазу как-то приятно. В общем, уберу декор, пока только на втором этаже. В детских комнатах не так много всего, потихонечку, знаете, вот было настроение, что-то там убрала, гирлянды у детей на окнах. Потом у Макара всего-навсего на полке стоял некоторый декор, у совушки тоже все пока складываю вниз на первый этаж. Покупала специально органайзеры, говорила вам уже в предыдущем видео, что хочется в этот раз как-то все более логично хранить, и чтобы потом удобно было доставать и пользоваться. Вот, но елку, первый этаж и гирлянды в зале пока оставила, еще до этого не дошли руки. Ну, собственно, как украшала дом, не сразу же, не целиком, а постепенно, так и убираю все, тоже постепенно. Гирлянды эти я никак не креплю ни к карнизам, ни к крючкам шторным. Я собрала каждую ниточку, завязала, закрепила канцелярской резинкой, они у меня закончились, не знаю, куда целый пакет был. Видно, дети со своими пистолетиками, вот все стреляют, уходят этими резинками, в общем, все потеряли, видимо. Вот, так что взяла несколько штук, обычных резинок для волос у меня еще остались, и ими благополучно тоже закрепила. А потом все эти ниточки туда перекинула, и, собственно, все так, гирлянда у меня и снялась, так что ничего сложного. Ну, и буду менять постельное белье, пришло время, и у меня сейчас постельное осталось все однотонное. Вот, снимаю белое, постелю такого рыжего-коричневого цвета, тоже мне очень нравится. И вообще сейчас оставила пока именно для нашей кровати все однотонное белье. У детей, понятно, у них там есть и цветные варианты, но у Ярика есть пара комплектов тоже однотонных, красиво, но он уже большой. Вот, оставались у меня комплекты с рисунками, то их потихонечку убираю тоже. Принесла большую коробку из-под пылесоса, убираю туда все, что планирую отвезти в деревню. Знаете, тоже решила, что не хочу показывать там какое-то расхламление прямо глобально. Кое-что и из вещей убрала, некоторые вещи почему-то быстро приходят в негодность, но есть такие. И сразу решила тоже не копить, чтобы это все не лежало мертвым грузом. Убираю, отвезем потом в деревню, там пригодится. Не знаю уж, много поношу, немного, но белье постельное точно, полотенца. Тоже вот все такое убираю потихонечку и уношу пока в гараж. А из постельного у меня сейчас осталось три комплекта на нашу кровать. То есть один получается комплект на кровати, другой сейчас унесу в стирку и третий, собственно, лежит в комоде. Количество такое считаю оптимальным. Не знаю, может быть, конечно, потом к весне, к лету захочется чего-нибудь светленького, нежного, ну просто нового. Не знаю, но пока вот так вот и этого вполне достаточно мне. И спрашивала тут в телеграм-канале, убрали ли елку. Многие тоже еще не убрали, у кого-то до конца января стоит. Некоторые написали, что и февраль стоит, у кого-то дети просят до лета оставить. Но это уж тоже такие ситуации, наверное, не совсем стандартные. Но все-таки имеет место быть. Все мы разные и у каждого по своему настроению, вкусу и желанию, наверное, все происходит. Но большая часть, наверное, уже елки и весь новогодний декор убрали. Я принесла пока коробку большую и просто складываю. Веточки не все буду убирать, эвкалипт оставлю, так же, как он у меня и стоял до этого, просто в вазочке. Хорошо он смотрится вне сезонов и свечку оставила. Но остальное все буду раскладывать по органайзерам уже. Хочу гирлянды отдельно сложить, может быть, даже подпишу, чтобы потом знать. Ну, проще было находить, что откуда. А вообще мне так понравилось в празднике отдыхать и как-то культурно проводить время, куда-то ездить и с детьми, и взрослыми отдельно, и вместе. В общем, уже немножко спланировала наш досуг. И на конец января, и на февраль купила некоторые билеты, и с мужем мы вдвоем сходим. Еще записалась на что-то типа экскурсии, поедем к хаскам. Ну, не знаю, надеюсь, что все получится. Думаю, должно быть тоже интересно. В общем, такую культурную программу немножечко продумываю. Так что с вами тоже решила поделиться. Мне кажется, все нужно планировать, и это тоже. Да, хорошо, когда случаются какие-то незапланированные мероприятия. Чаще всего они тоже проходят очень хорошо, весело. Но по большей части все в наших руках. И если кому-то скучно, неинтересно, обязательно займитесь своей жизнью, своим досугом. Купите новую книжку или в библиотеке возьмите. Кстати, я начала уже читать. Планирую до конца января первую книгу этого года закончить. Интересно. Тут буквально несколько вечеров подряд сижу, не отрываясь практически. Но стараюсь читать, когда дети уже спать легли перед сном, чтобы не в телефонах сидеть это время. А вот как раз чтение очень хорошо отвлекает от всего. И голова переключается. И потом с чистой головой как-то усыпается проще. Заказала заморозку. Привезли мне только что. Буду убирать сейчас морозилку. Решила с вами поделиться. Это наша местная организация. Возят прямо с доставкой на дом. По Вологде у них доставка. И по области. Но я думаю, в других городах тоже есть что-то подобное. Вот в таких вот больших пакетах. Здесь по одному килограмму. И цены у них очень приятные. Ассортимент большой. Я взяла немножко. Буквально на минимальный заказ. От 700 рублей у нас они возят. Взяла пакет облепихи. Очень нравится. В чай добавлять с имбирем, с лимоном, с апельсином. Очень ароматно. Сейчас на зиму прям очень вкусно. С удовольствием пьем. Так, еще фасоль стручковую. Ну, ее вообще везде. И к мясу, к курице. И к гарнирам добавляю. И просто даже на сковородку бросить. Яйцом залить. Отличный вариант всегда. Так, ну, основное, что хотела. Это голубика. Очень мне нравится у них голубика. Хорошая, крупная, рассыпчатая, сладкая. Я на каше ее обычно добавляю. Вообще, очень вкусно. Так, и в этот раз еще заказала морковь. Вот такую порезанную, рифленую. На пробу взяла. Ну, тоже добавлять, например, там для тушения к мясу или к картошке, например. Чтобы не чистить, долго не возиться. В общем, решила попробовать. Покажу цены. Какие? Так, голубика 350 рублей. Фасоль 150. Облепиха 230. И морковь 100 рублей. Вот, по-моему, ничего. Такие цены. Я у них и ягоды заказываю. Там, малину, вишню иногда. Черешню. И сливу брала на пироги. Тоже очень хорошо. И разные смеси есть, знаете, а-ля... Ну, вот как покупные там фасоли, например. Стручковая, брокколи, цветная капуста. Вот что-то такое. В общем, вот такие вот у нас заготовки, заморозки в морозилку. Чего? Ну, я ягоды с творожком. Ягоды с творожком? Сделаю ягоды с творожком. А мокровки с супом сделай. С супом? Да. Хорошо. И я даю с супом. А я даю с чаем. Ладно. Окей. Начинаю готовить обед. С утра ходили прогуляться. У нас похолодало. Минус 20, но решили дойти до парка с детьми. И Макар взял коньки. У нас там открытый каток. И немножечко покатался. Ну, я с Яриком, с Авушкой немножко походила. Прям прохладно было, конечно, особенно стоять и ждать. И добежались с ними до Вайлбериса. Забрала заказы. Заказывала тут несколько платьев домашних померить. Ну, не все удачно, в общем. И кое-какие вкусняшки. Вот покажу тоже, что взяла. Из вкусняшек более-менее таких полезных. Ну, ладно, не сильно вредных, я так скажу. Вот. И еще забрала с Вайлберис сушеные грибы белые. Прям порошок. Вот. Советовали мне в комментариях. У меня очень любят все супы-пюре. Я обычно готовлю из тыквы. Еще мне очень нравится добавлять корень сельдерея. Все у меня домашние очень хорошо едят. Ну, и вот как-то в комментариях мне посоветовали добавлять в супы-пюре сушеные белые грибы. Порошок. Можно любые овощи использовать. Я кабачок сегодня еще нашла. Добавлю. Он у меня прошлогодний. Но со своего огорода, по-моему, это свекровь давала. Кожу сняла. Вот показываю гриб какой. Ну, в смысле не гриб, а упаковка вот этих грибов. Там вес небольшой. И упаковка небольшая. Я когда увидела, думаю, ну, как мало. Стоит она 300 с чем-то рублей, по-моему. Мне сначала показалось, что дорого. Но, вы знаете, они очень ароматные. Вот прям по-настоящему белые грибы. Когда только открыла упаковку, запах, аромат пошел на всю кухню. Ну, и потом в супе, конечно, было тоже очень вкусно. Можно использовать и для соусов. Там прямо на упаковке написано. Для тушения с мясом можно добавлять. Я думаю, тоже будет очень хорошо. В общем, по факту нужно совсем немножко. Этого достаточно. Так что я нисколько не расстроилась. Очень вкусный. Так, для разнообразия. Отличный вариант. Ну, а суп я варю обычно суп-пюре на сливках. И сначала лук с морковкой немножко обжариваю на сливочном масле или на топленом масле. Ну, а дальше уже добавляю картофель, чуть-чуть водички и оставшиеся овощи. Вот хотела цветную капусту взять, но у меня муж в подвале начал там немножко ремонтировать помещение, где стоит морозильная камера, где холодильник второй стоит. И передвинулся так, что мне не открыть морозилку теперь. Вот. Так что нашла кабачок, но решила его тоже использовать. Потом, когда все овощи сварятся, воды много стараюсь не лить, добавляю сливки, все измельчаю блендером, ну, солю, любимые специи добавляю. Специи, кстати, тоже закончились. Сейчас заказала на Вайлдберрис сушеный чеснок, очень уж мы его любим. Беру сразу большими упаковками и, в принципе, хватает надолго. Ну, вот здесь закончился и я прям чувствую острую нехватку в нем. Еще любим паприку копченую, тоже заказала, тоже хорошо везде идет. И тоже закончилось. Тоже беру большими упаковками, пересыпаю потом в свои стеклянные баночки поменьше. Ну, и обычно к любому супу пюре делаю сухарики. Иногда в духовке делаю, иногда прямо на сковороде, в этот раз в сотейнике. Добавляю немножко масла, соли, специи, ну и все, подсыхают. И для подачи использую смесь семян. Очень вкусный получился у нас обед, все ели с большим удовольствием. Так, еще покажу. На Вайлбери заказывала разные вкусняшки. Тоже спрашивали. Когда хочется сладкого, ну вот я не могу себе отказать прям полностью совсем. Мне кажется, вот эти все строгие ограничения только к срывам приводят и все. Так что я тут что-то заказывала себе всякого разного. В общем, манго. Ну, вообще у него очень высокий гликемический индекс, поэтому его тоже надо осторожно. Сразу же лучше во время еды, ну там после, да, например, с завтраком. То есть не как перекус. Вот. И вот такие вот эко-ботаника. Они в магазинах продаются. Кстати, была очень удивлена цене. На Вайлдберрис мне показалось прилично дешевле. Но я потом посмотрела вес. В магазинах цена в два раза больше. А вес там 200 грамм, а здесь 150. Но в общем, все равно получается тут подешевле. Разные тоже вкусы были. Мармеладки такие. Они, по-моему, они без сахара. Но там с фруктозой или с чем-то. И получается, что совсем не калорийная, например, одна конфетка. Ну, вкусненькие, разные, мне нравятся. Так, еще давайте вот такие мармеладки покажу. Взяла их на пробу. Первый раз. Написано вот такой мармелад без добавления сахара. Так, без искусственных красителей. Кокосовая осыпка. Ни на что ссылки не оставлю. В принципе, все по поиску легко ищется. Мармелад попробовала прям мягонький. Вот, понравился. Вкусный. Ну, прям, чтобы вкусы разные были. Ну, тут цвета разные. Желтый, зеленый, красный. Не знаю. Вот. Ну, в общем, так для разнообразия тоже можно. И вот такие конфетки заказала. Вот такие и вот такие. Они очень похожи. Я открыла показать. Это финиковые конфеты. Как-то сама я делала у девчонок. Тоже рецепт брала. Конечно, легко, просто. Ну, в общем, дома, когда есть, такие тоже хорошо. Всегда выручают. Они очень похожи. Из фиников с орешками внутри. Вот эти мне показались более мягкими. И орешки более крупные. В общем, мне, наверное, вот эти больше понравились. Но вкус, в принципе, идентичный. Вот. Тут вот видно, что более мелкая фракция у орешек. Но тут еще, по-моему, кокос есть. Да, с кокосом, с миндалем и с кокосом. Вот. Так что вот такие вот вкусняшки. К завтраку себе. К кофе. Иногда можно. Ну, и горький шоколад, конечно, тоже я люблю. Буквально дольку, другую. Если с утра съесть, удовлетворить вот эти какие-то вкусовые предпочтения, то в течение дня потом вроде не так и хочется. Чего-то сладенького в рот тащить. В такие вот именно перекусы, чтобы. Продолжаю готовить дальше. Теперь уже ужин. И буду готовить достаточно простое блюдо. Но делаю его в первый раз. Недавно увидела такой вариант готовки. Я сразу поняла, что мне это понравится. И правда, очень было вкусно. Даже на второй день осталось немножко. Тоже вкусно получилось. И сразу скажу, что, наверное, это на любителям. На любителя, кто любит сочетания, ну, знаете, там, курица, рыба с чем-то сладеньким, с фруктами. Я очень такое люблю. В салатах мне нравится. Но вот в горячем виде ни разу, наверное, не пробовала. В общем, когда ходили гулять, купили две подложки грудки. Сняла я кожу и срезаю филе. И каждую часть делю вдоль, чтобы кусочки были тоненькие. В общем, буду запекать в духовке. Эти кусочки немножко посолю. Можно еще каких-то специй, горчицы, наверное, чуть-чуть добавить. Ну, у меня соль адыгейская, там уже травки есть. И я бы чеснок добавила, но он у меня закончился, поэтому без него. Дальше буду сверху выкладывать кусочки ананасов. Банку взяла там, где ананасы, кружочками. И каждый кружочек разрезаю тоже вдоль. Потому что они там достаточно толстенькие. И вот если на два разрезать, то как раз, мне кажется, такая толщина получается идеальная. Ананасы буду выкладывать прямо на курицу сверху. Потом добавлю немножко майонезика. Майонез, наверное, можно было до ананасов чуть-чуть добавить. И как следует мяско смазать, ну, чтобы оно более, так скажем, и промариновалось, было более мягко и нежно. Не знаю, откуда у нас дома майонез, правда, оказался. Ну, крайне редко покупаем. Вот, можно греческий йогурт использовать, но вот его как раз не оказалось. Ну, а дальше на ананасы высыпаю много-много сыра тертого. Прям щедро надо посыпать. И вот в таком виде все отправить в духовку. Курице много времени не нужно. Я выпекаю при 180 градусах минут 25-30. Как сыр на корочка сверху зарумянится. В общем, курица, тоненький слой, готовится достаточно быстро. Ну, а на гарнир я сделала овощи. Последнее время очень любим такой вариант. Немного картофеля. Вот замороженная морковь. Практически уже съели пакет. Фасоль. Все очень вкусно. Добавляю масло, соли, специи и в духовку. Так что вот такой у меня получился ужин. Два блюда одновременно готовились в духовке. Тоже кое-что, хоть новенькое. В общем, нам такой вариант с курицей очень понравился. Ну и еще решила домашних выходной побаловать выпечкой. Проверенный уже рецепт. Неоднократно с вами делилась. Но мне очень нравится, что делается все очень быстро, просто. И можно каждый раз, меняя начинку, немножечко тесто, что-то новенькое в итоге получить. Раньше я готовила без какао. То есть то количество муки, которое указано в рецепте, его полностью и брала. А в этот раз взяла на 15, по-моему, грамм муки меньше, а 15 грамм добавлю какао. Все остальное то же самое. И получится у меня уже шоколадный бисквит. Мои очень любят такое. Ну и начинка может быть абсолютно разная. Любые фрукты, ягоды сюда подойдут. Каждый раз в итоге получается что-то новое, правда. А ингредиенты очень простые. Берем сливочное масло комнатной температуры. Добавляем туда сахар. Все перемешиваем миксером. Дальше по одному вводим яйца. Яйца каждый раз тоже перемешиваем до однородного состояния. И потом молоко. И дальше уже сухие ингредиенты. Это мука, разрыхлитель. Ну и у меня в этот раз еще и какао. Все, ничего не надо взбивать там до пышной пены. Все делается очень легко. Я даже планетарный миксер уже свой не достаю. Очень уж полюбился мне и моим домашним этот вариант. Пекла и со сливами, и со смородиной, и с голубикой делала. В этот раз решила доиспользовать малину. Тоже было в морозилке. Так что подъедаем остаточки. Ягоды сверху в тесто прямо втыкаю. Вот сильно углублять не нужно, потому что тесто потом поднимется. Да, у меня, кстати, новые формы и для замешивания. Ну, небольшие. А вот эти маленькие емкости из этой же серии, наверное, заметили. Тоже забрала, кстати, с маркетплейсов. Очень я их хотела. Потихонечку собираю свою коллекцию. Есть у меня и кувшинчик, и большие емкости. Ну, и форма для запекания тоже новая. Показывала, что свою недавно в духовке испортила. Положила замороженную индейку, и она у меня прямо посередине пополам треснула. Очень было жалко. Форма, на самом деле, была очень удачная. Ну, а теперь появилась другая. По-моему, тоже не хуже. Сверху пирог посыпаю сахарной пудрой, просто для красоты. И можно пить чай. Ну, а новогодний декор со второго этажа пока вот в таком состоянии у меня. Стоит здесь все в коридоре. В общем, говорила, что покупала большие вот эти короба в фикс-прайсе, очень удачные. Ну, остальное у меня здесь по категориям пока рассортировано. Буду дальше думать, как удобнее хранить. Нужно все убирать. Здесь у меня подарочные пакеты. Вот такие красивые. Заказывала на Simoland. Приехали ко мне уже буквально там 29-30 декабря, поэтому во влогах не показывала. Очень красивые, конечно. Но заказывала в разных цветах по несколько штук, так что несколько новых осталось. Ну, и те, которые нам, например, дарили, в хорошем состоянии, тоже убрала. Не вижу ничего в этом страшного. Обязательно пригодятся. И если размер, там, рисунок подходит, то не вижу смысла какой-то аналогичный новый пакет покупать. Ну, а тут у меня гирлянды. Тоже в старом пакете. Ну, с прошлого года вот так хранились. Здесь, наверное, также оставлю на картонках, но вот подпишу, я думаю, и уберу тоже отдельно куда-то в коробку. В какую-то, не в пакете, так все-таки неудобно. Елочку такую храню, просто пакетом сверху закрываю, чтобы сильно не пылилось. И прямо так стоя и уношу в гараже, там, ставлю на стеллаж. Ну, и разные тут элементы декора. Веточки, шарики, там, апельсиновые дольки. Все сложила в коробку из-под уг своих. Но есть еще некоторые. И, я думаю, сюда не поместится. Так что тоже, наверное, какой-то прозрачный короб для этого заведу. Ну, а в этих больших пластиковых коробах, конечно, удобно так хранить. Они штабилируются. И внутри много места. В верхней пока сложила фигурки разные из детских. Но, наверное, переложу, каждую обмотаю этим же текстилем, какими-то салфетками, полотенцами новогодними, наверное. Чтобы они даже друг от друга не царапались. В любом случае, так лучше сохраняться. Несмотря на то, что внешний короб жесткий. И, конечно, в принципе, там все должно сохраниться хорошо. А в отдельный короб сложила разные детские. Остались наборы. Какие-то наборы для творчества. Вырезалки, альбомы, аппликации, еще что-то. Что-то было в подарках. Даже новые есть какие-то журнальчики. Что-то просто не до конца доделали. Тоже убрала. Поняла, что в январе это не особо актуально. Но по себе, по детям уже смотрела. Конечно, больше это все интересно именно в декабре. Пока вот этот период ожиданий и подготовки к праздникам, к Новому году. Так что вот на сколько тут осталось уже 10 месяцев и уберу. Ну и в отдельный ящик сложила весь текстиль и посуду. Там и трубочки, и формочки для выпечки. И вот все такое для кухни. Так что пока вот таким образом все стоит. Здесь и ждет своего часа. Мы, кстати, договорились с мебельщиками. Нам вот этот зеркальный шкаф сказали, что переделает внутреннее содержание. Ну, кто помнит, там у нас не очень удачное расположение полок, штанг. Так что в ближайшее время займемся этим тоже. Ну, а елка пока стоит, радует нас. Недолго ей осталось, конечно, в этом году красоваться в нашей кухне-гостиной. Видео мое на этом подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в новых видео. Всем до встречи и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!